Первым вопросом депутаты приняли проект о внесении изменений в устав Десногорска. Они установили порядок учёта предложений по проекту решения о внесении изменений в устав и участия граждан в его обсуждении. Предложения по внесению изменений в устав жители могут подать с 30 августа до 19 сентября. Публичные слушания пройдут 29 сентября в 15 часов дня в 325 кабинете. Городской совет вынес решение передать в муниципальную собственность Десногорска от главного управления спорта Смоленской области автобус. Он будет предназначен для перевозки воспитанников физкультурно-оздоровительного комплекса Десна. От департамента Смоленской области по образованию науки в муниципальную собственность города горсовет принял компьютерное оборудование – ноутбук, принтеры, сканеры, комплектующие устройства. Далее депутаты приняли решение разрешить Центру культуры и молодёжной политики предоставить помещение в безвозмездное пользование Смоленскому танцевальному клубу «Первый» для проведения занятий с детьми по спортивным бальным танцам. Следующим вопросом на повестке сессии депутаты утвердили норму предоставления площади жилого помещения по договору социального найма в Десногорске – это 10,5 квадратных метров. Рассмотрев обращения администрации по награждениям, депутаты утвердили список десногорцев, которые будут занесены на доску почёта. Рассмотрев обращения начальника медсанчасти, депутаты утвердили список медработников, которых наградят благодарственными письмами Десногорского городского совета за многолетний добросовестный труд. Настоящие решения вступили в силу со дня его принятия и опубликованы в городской газете Десна. Более подробно с ними вы можете ознакомиться на сайте администрации города в разделе «Решения городского совета».